Задача была разгромить Квантунскую армию. Без неё Япония не сдавалась бы. И то, что атомные бомбы ударили по Японии, не побудило Японию сдаться. Это враньё, которое придумали задним числом для оправдания того, что было в Хиросиме и Нагаосаке. Не собирались японцы капитулировать. И только после того, как мы разгромили Квантунскую армию, только после этого, они поняли, что всё, ставок больше нет. Сигнал в качестве атомной бомбы, который надо было сбросить, чтобы показать Сталина, что у нас есть, и что мы на вас её сбросим, был понятен. Европейские физики, которые во главе с Эйнштейном, создали американцам ядерную бомбу. Они против Гитлера её готовили. То, что мы получили атомную бомбу не за 20 лет, как было положено по всем канонам, а в тот период, когда получили, меньше чем за 2 года. Это и есть чудо. Чудо в гулаге, чудо в шарашках, всё страшное чудо. Но чудо, оно и спасло. Никто не вспоминает Дрезден, который, развлекавшиеся англичане, спалили, и там были сотни тысяч погибших. Только в качестве развлечений. Уинстон Черчилль же чего говорил? Сначала дело, развлекаться будете потом. Напутствовал он лётчиков. И лётчики действительно сначала, как велено было, разбомбили там полтора тех объектов, которые надо было разбомбить. А потом зажигалками поджарили несколько сотен тысяч живых людей, гражданское население. А если вспоминать Киль, Гамбург, на самом деле все эти волны летающих крепостей должны были отомстить, запугать и продемонстрировать дядюшке Джо, Иосифа Виссарионовича Сталина, что, ежели чего, то у них тут есть. Он же подумает, нам люфтваффа не хватало. У нас население тогда уже ко всему привыкло на тот момент. А вот с Японией там же вообще было очень забавно. В своё время было понятно, что Японию брать, если русские не ударят по квантунской армии, нельзя. Не я, потому что не возьмёшь её. Причём все эти сказки у американцев, они берегли, вот иначе бы сто тысяч людей, иначе бы двести тысяч людей. У них за всю войну погибло триста пятьдесят тысяч человек. У нас взятие какого-нибудь Будапешта, я про Берлин даже не говорю, обходилось с точки зрения людских потерь. Вот куда как. У нас, кто говорит, двадцать пять миллионов погибло, да, войну? А кто говорит, и сильно поболее? А теперь соотнесите даже и двадцать пять миллионов с тремястами пятьюдесятью тысячами человек. И вот вам будет цена войны на Тихом океане, и боёв на Окинаве, и всего остального, и того, что происходило у нас. Когда один день тотальной бомбардировки Сталинграда выжиг 40 тысяч мирных жителей, когда немцы решили снести город и прорваться. Я не говорю уже о питерской блокаде, о Пискарёвском кладбище, на котором у меня, в общем-то, уже родня лежит. О котлах начала войны. Это была война. Очень много легенд на тему того, зачем была атомная бомба сброшена на Хиросиму и на Гасаки. Там же была одна ядерная бомба. Урановая, вторая Плутония. Урановую, у них их было три. Урановую они испытать успели. Одну, а вторую сбросили. А потом они сбросили Плутонию. Просто так, не испытывая, чтобы посмотреть, чего получится. Она была помощнее. На самом деле, никто не собирался же сжигать. Там были совершенно другие города, кажется, Камакура, Хиросима. Да, на Гасаки, по-моему, не должно даже было быть. Там туман был, чего-то. В эти дни, когда сбрасывали ядерку. Ну, вот на минуту солнышко разошлось, а то была густая облачность, и засадили американцы свою бомбу. Но главная причина финансово. Даже не любопытство военных, что будет. Хотя изначально, вот просто с самого начала было понятно, что атомную бомбу надо, не надо. Её надо испытать в полевых условиях. Её скинут на голову. Ну, а уж кому Бог пошлёт, тому и пошлёт. Или дьявол кому пошлёт. И финансы были главным. Потому что дорогая она была, по 2 миллиарда. Там стоимость проекта. Это был дико дорогой проект. Не было таких проектов. И конгрессмены бы разорвали на куски военных. И администрацию Трумэна бы смешали с землёй. Им надо было доказать, что не зря. А зачем делали, если вы не испытываете это оружие? Испытали. Читались перед Конгрессом. Молодцы. Вторая была главная причина. Обойтись без России можно? Трумэну рассказали, что вот сейчас мы тут обойдёмся без России. Почему они ударили по этим несчастным японским городам ядеркой? В Елте было чётко сказано, что мы просим вас вмешаться в ситуацию с Японией. Японцы-то полагали... Они же не ударили нам в тыл в 41-м году, в 42-м году. И они полагали, что мы будем выдерживать некоторое перемирие. Всё замечательно. Но война не знает дипломатии. Дипломатия не знает такого понятия, как порядочность человеческая. У вас есть союзники, они вам действительно помогали, как могли. Ну уж как они могли, это второй вопрос. Но вы, в первую очередь, имеете обязательства по отношению к ним. И понятно, что обсуждая послевоенное устройство Европы и много чего другого, Сталин взял на себя обязательства. Сталин их выполнил. Он действительно их выполнил. Когда он должен был ударить? 15 августа. Ударили 8-го, насколько помню, по Японии. По той простой причине, что если бы он ударил первого, Наверное, и не надо было бы применять ядерку. Задача была разгромить Квантунскую армию. Без неё Япония не сдавалась бы. И то, что атомные бомбы ударили по Японии, не побудило Японию сдаться. Это враньё, ахинея и бред, который придумали задним числом для оправдания того, что было в Хиросиме и Нагаосаке. Американские историки рассказали всем американские журналисты и повторяют американские политики военные. Чушь. Японию до этого бомбили летающие крепости Токио, когда спалили. И сильно больше 100 тысяч человек уничтожили в ходе волны уничтожения Токио. За день. Вот просто за день. Вам чего дальше ещё объяснять? Ну, а тут спалили там 200 тысяч, а там спалили ещё 100. Ну, и что теперь поделать? Не собирались японцы капитулировать. И только после того, как мы разгромили Квантунскую армию, только после этого, они поняли, что всё, ставок больше нет. В этой ситуации, ну, давайте просто поймём, что роль Советского Союза в победе над Японией, Советского Союза, как ни странно, была ключевой. Там понятно было, что Сталин запросил там 2-3 месяца после того, как Германию разгромят для переброски войск. Ему даже и войск не очень много понадобилось. Там было достаточно много личного состава. Там 1600 перебросили с фронта европейского на Дальний Восток. Где-то больше миллиона там было. Технику в основном перебрасывали, но тоже её же перебрасывали не с Европы, а просто перенаправили поток тех же самых танков и самолётов, которые производились на уральских заводах. И они просто после принятия соответствующей решения, вместо того, чтобы с конвейера сходить и идти на фронт в Европу, которого уже практически не было, ушли на фронт на Дальний Восток. А вот эта армия разгромила Японию и победила её. И, мягко говоря, не получила благодарности. Сигнал в качестве атомной бомбы, которую надо было сбросить, чтобы показать Сталина, у нас есть, и что мы на вас её сбросим, был понятен. При этом Сталину сказали в своё время, у нас есть новое оружие, он не обратил на это внимания, но не на всё он обращал внимания. Наверное, если бы он обратил на это внимание и нанёс удар по Японии чуть раньше, ну, может, что-то было бы другое в сегодняшнем мире. А так, людей спалили, атомная гонка вооружений началась, продолжается, кстати, вообще-то до сих пор, при всех словах о разоружении. Если бы у нас была другая история, если бы у нас был другой государственный строй, если бы у нас ещё планета была другая, да, у нас... У вас там нет загашники другого глобуса, нет? Ну, значит, если бы умеют воевать европейские физики, которые свинтили из Третьего Рейха, создали американцам ядерную бомбу. Европейские физики, которые во главе с Эйнштейном, очень популярным в Америке Чеком, добились кровью Харка, чтобы эта атомная бомба вообще была принята на вооружение Соединёнными Штатами. Добивались они этого при этом вовсе не для того, для чего её использовали американские генералы. Они против Гитлера её готовили. Если бы... Да нету сослагательного наклонения. А если бы у Гитлера была атомная бомба в 1941 году, а уж точно она могла быть с куда большим успехом, чем у нас или у Соединённых Штатов. А если бы он не выжигал своих евреев по глупости своей, по фанатизму своему, по наивности своей, жуткой, кровавой, когда он искренне, ведь искренне, в то, что великий еврейский заговор сейчас рых, гнёт, гнёт и вот согнёт. А если бы эти люди, при том колоссальном заряде патриотизма, который фюрер в нацию внедрял, одними только речами своей, работали на Германию. А если бы он с умением немцев организовывать промышленность, организовывать логистику подвоза и всего того и сего ещё вот этого, смог договориться с англичанами. А он мог договориться с англичанами, там были очень серьёзные для этого возможности. И много чего другого есть. Если бы изоляционисты Германии, огромная часть которых симпатизировала Гитлеру, не смогли бы быть побеждёнными теми, кто хотел, чтобы Америка вступила в войну. Так что то, что мы получили атомную бомбу не за 20 лет, как было положено по всем канонам, а в тот период, когда получили, меньше чем за 2 года, это и есть чудо. Чудо в гулаге, чудо в шарашках, всё страшное чудо, но чудо, оно и спасло. Продолжение следует...